День с толком 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 В ходе проведения рейдов досматривается каждый автомобиль. О том, где и в какое время выставлять пост, решает только председатель. Патрулируются не только дороги общего пользования, но и те места, куда можно добраться только на спецтехнике. Охрана все равно налажена, боятся все равно сюда со снегоходами приезжать, чтобы вольготно охотиться. Знают, что и производственные охотничьи, инспекторы в охотхозяйствах работают, и полиция, и соответственно. За незаконную добычу можно получить реальный срок за решеткой и солидный штраф. Не так давно в суде Солонешинского района огласили приговор местному жителю. За незаконное хранение оружия и подстреленную самку сибирской косули ему назначили наказание 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденный выплатит штраф в размере 170 тысяч рублей. И это не единственный приговор, вынесенный судом в отношении браконьеров, пойманных в Солонешинском районе. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. К другой теме. Уже более 8 тысяч памятных медалей получили ветераны войны и труда региона накануне 75-летия победы. С января в крае прошло более 300 мероприятий, на которых участникам тех событий вручали медали. Всего планируется вручить порядка 15 тысяч наград. К сожалению, ветеранов, по словам зампредседателя правительства Виталия Снесаря, становится все меньше. Я должен отметить, что родственники тех людей, которые не дождались, ушли в мир иной, которые имели право на получение этой награды, могут получить юбилейную медаль через подачу соответственного заявления в органы местного самоуправления. И это работает, это не какая-то бумажная химера, этот инструмент работает вполне. Награды получают и те ветераны, которые живут в других российских регионах и за пределами страны. К примеру, медали переданы в посольство России в Бишкеке. Восемь наград отправлены консулу в Казахстан. Несколько медалей найдут своих обладателей в Германии. Один на один с детьми в Барнауле прошли открытые уроки в рамках конкурса «Учитель года Алтая». И это самый ответственный этап. Волнуются ли участники и страшит ли их выход из зоны комфорта, узнавала Мария Микшута. В ближайшие 40 минут семья Ларисы Зимин с немецкого района – эти дети. Видит она их впервые. Тема урока – тоже семья. Майне фамилия. Майне муча heißt Алёна. Си есть 36 лет. И ее хобби – швы, шпорт и мальн. Майне муча heißt Арсений. Эр ист 6 лет. Немецкий язык и желание показать себя – вот что объединяет всех в этом кабинете. Сегодня самый сложный этап краевого конкурса «Учитель года». Открытый урок. Но у Ларисы нервы под контролем. Сегодня я могу оценить урок просто на высший балл. Я сама себя чувствовала очень комфортно. Ребятишки мне в этом очень помогли. Очень хороший класс. Ребята очень сильные. Поэтому они показали и знания, и урок у нас прям, знаете, как песня лился. Мы знаем, что орел весит 5 килограмм. А это уже урок биологии. Оценку ставят Заринскому педагогу Таисии Саковой. Чтобы доказать свой профессионализм, у участников конкурса всего один урок. Почти экспромт, хоть и подготовленный. Таисия стоит у доски всего 4 года, поэтому сейчас волнуется. Говорит, заинтересовать детей, научить их заставить задуматься о том ином факте – задача не из легких. Мы говорили о пищевых цепях. То есть кто кем питается, каким образом происходит это взаимодействие в природе, почему нельзя нарушать природу. То есть у нас был такой воспитательный момент на уроке. Мы выяснили, что если мы уберем какой-то живой организм с пищевой цепи, в этом случае у нас все разрушится. И такое чуткое отношение к работе жюри ценят на одном уровне со знанием предмета. Но в комиссии подчеркивают – конкурс не экзамен. Участники воспринимают как площадку для развития. Этот конкурс я бы в лучшем случае назвала педагогической мастерской или фестивалем педагогических идей. То есть здесь нет борьбы, здесь нет соревнований, здесь есть, наверное, желание быть лучшим педагогом Алтайского края. Учителя 2020 года назовут уже в пятницу, а пока участникам не стоит расслабляться. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. Пожелаем всем участникам удачи. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok